Неделя спорта 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 Итак, как прошла Спартакеада в целом? Как вас там встретили? Какие впечатления? Спартакеада прошла очень хорошо. Белорусы оказались очень гостеприимными. Итоги. Начнем с итогов, что в принципе белорусы оказались нагло выше нашей делегации российской. Потому что наша делегация в основном стояла из любителей. Это победители и призеры чемпионата АСК России. Наша команда попала туда как приглашенный гость. Потому что по легкой атлетике у нас не проводится чемпионат АСК России. И уже по результатам других российских соревнований. Но, несмотря на это, мы тоже не смогли провести профессионалов, а взяли любителей легкой атлетики. Потому что в данный момент наша федерация легкой атлетики России находится под баном. И любые выезды наших легкоатлетов, которые участвовали в чемпионате России, и первенстве России, и областных соревнованиях не имеют права выезда на международные старты. Поэтому мы взяли обычных любителей, которые выступили очень достойно, даже знали призовые места. А в каких же видах спорта был представлен КФУ? КФУ был представлен в легкой атлетике в таких видах спорта, как 100 метров, 200 метров, 400, 800, эстафета 4 по 100 и 4 по 400. Ну, начнем с вида 100 метров, где у нас отличилась Регина Якупова, студентка Института международных отношений и Востоковедрения, которая заняла второе место с результатом 11 секунд, ой, извиняюсь, 12 секунд, 2 десятых, проиграв всего одну десятую спортсменки из Белоруссии. Это было, конечно, очень обидно, но это спорт, и тут решает секунды. На 800 метров у нас отличилась наша также девушка Юлия Осипова, которая лидировала в своем забеге до последних метров, но в конце у нее не хватило немножко сил, и она осталась только третьей. Но я считаю, это тоже большой успех, занять третье место в Спартаке Союзном Государства. И за ключевый день прошли смешанные эстафеты, где наша команда состоящая из двух девушек и двух ребят, где также были представлены Регина Якупова, Юлия Осипова, и два мальчика, Вафин Рузиль и Дворняков Роман. Наша команда заняла почетное третье место, проиграв также двум командам из Белоруссии, которая была представлена профессиональными спортсменами. Я считаю, это достойный показатель для нашей команды. То есть ты уже о результатах немножко сказал, то есть оправдались ли ожидания от поездки, от всего мероприятия? Да, мои ожидания оправдались. Для нас была главная задача – это показать свой уровень, показать личные рекорды. И самая главная задача, которую перед нами поставило руководство российских делегаций, это не только выступить хорошо, но еще сплотиться, дружиться. Такой мини-обмен опытом между Белоруссией и Россией, что нам, в принципе, и удалось показать. Итак, сезон, я так понимаю, закончен уже, и я бы хотел, чтобы ты подвел некоторые итоги всего сезона, то есть не только этого мероприятия, а всего сезона в целом. Ну, сезон у нас состоит из протокерада между вузами, где ежегодно наши сборные Казанской Федеральной Университеты показывают высокие результаты. Понятное дело, бороться с Павловской Академией нам с каждым годом все тяжелее и тяжелее. В этом году у нас была очень тяжелая борьба с вузом строительным КГСУ. До последних видов, таких как хоккей и большой футбол, мы шли на третьем месте. Но благодаря усилиям наших хоккеистов, которые в последнем матче обыграли сборную КАИ в овертайме по буллитам, мы смогли подняться на общее второе место. И для нашего вуза это считается очень достойным выступлением, что мы смогли все-таки выиграть серебряные награды у строителей, у которых очень много побед в спартакеаде между вузами, между вузами, в спартакеаде. И также хотелось бы отметить наших футболистов, которые тоже впервые за последние несколько лет смогли стать бронзовыми медалистами и достойно сыграли с Павловской Академией, единственными, которые смогли отобрать очки у такой сильной футбольной команды, как Павловская Академия, которая выступает на России, в НСФЛ и не только. То есть сезон можно назвать успешным? Да, сезон очень успешным, но есть куда расти, есть где тренироваться. Скоро у нас начинаются подготовительные сборы, снова нас встречает наш ящик, где мы будем готовиться к новым победам, к новым успехам. Итак, хотелось бы немножко поподробнее про футбольную сторону, так сказать, спортивной жизни Казанского федерального университета. Перед этим сезоном было достаточно большое обновление состава игроков и тренерского штаба. Вот хотелось бы твое впечатление о работе новых людей, так сказать, в структуре футбольной услышать. В этом году мы решили пойти на эксперимент и поставили главным тренером не сотрудника вуза, а обычного студента, магистра нашего Руслана Юнусова. И плодотворная годовая работа показала, что мы сделали правильный выбор. В прошлом году наша команда очень плохо выступила, заняла пятое или шестое место, я точно уже не могу сказать. В этом году мы поднялись очень высоко, потому что полностью был обновлен состав, очень много новичков. Начало сезона для нас сложилось очень тяжело. Первые игры мы втягивались, проиграли 4-0 энергетическому университету. И можем было подумать, что да, в этом году будет такой же плохой сезон. Но с каждым разом, с каждым туром наша команда набирала свой ход. Видно была работа нашего тренера Руслана Юнусова. И уже ближе к концу сезона мы набрали такой ход, что смогли отобрать очки у Павловской Академии. Я лично присутствовал на этой игре. Наша команда проиграла 2-0. И просто сделала то, что не могли никто отыгрываться и могла даже в конце победить. Но немножко нам не хватило. Мы сыграли в ничью. Это очень хороший результат. В принципе, это выступление в этом году является для нас открытием. И из всех команд сборных хотелось бы выделить именно сборную по большому футболу. Сказать спасибо большое нашим игрокам, нашему тренеру. Надеемся, что на следующий год Руслан Юнусов у нас также останется в нашей обойме. И мы уже будем бороться за вторые и, возможно, даже за чемпионский титул. Спасибо большое, что пришел. Большой друг нашей программы Ренат Менгалеев. Спасибо вам за приглашение. Мы очень вам благодарны за то, что вы в течение сезона освещаете все наши игры. Надеемся, что на следующем году вы также будете сотрудничать с нами и освещать наш студенческий спортивный клуб и все наши соревнования. Напоминаю, в гостях у нас был председатель спортивного клуба «Казанский Юлбар» Сыренат Менгалеев. Это была программа «Неделя спорта» и я ее ведущий Арсений Каримов. До свидания, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин